Сергей Иванович, президент российской академии наук. Вы знаете, фактически каждый, кто выступал передо мной, говорил о том, что перед нами очень трудный выбор. Я могу с этим согласиться только отчасти. Дело в том, что наши выборы, которые мы сейчас проводим, они имеют две важнейшие особенности, которые надо учитывать, прежде чем мы подойдем к органам для голосования. Первое состоит в том, что Академия наук попросила президента, и президент пошел нам навстречу, введя процедуру, приняв процедуру, согласование кандидатов. Это значит очень многое с моей точки зрения. Это значит, что президент страны доверяет тематографу на пяти кандидатур. И он много раз заявлял, что он не предполагает никакого давления на нас с вами. То есть мы с вами можем абсолютно свободно, абсолютно осознанно делать наш выбор, а президент, сделав свой выбор, будет работать с тем, кого мы делим. Это крайне важная, по-моему, особенность, и это выбивает почву у тех интересантов, которые пытаются каким-то образом формулировать наличие кандидата власти и сделать таким образом наши выборы не свободны. Такое-то я хочу сказать, что я убежден, что это не так, что наш президент как раз за полную демократию, полную свободу выборов. Понимаете, вот такая позиция некоторых людей, она напоминает мне некий анердос, связанный с армянским радио, у которого и спросили в свое время, а к кому принадлежит фраза «жена Цезаря» вне подозрений. И ответ армянского радио такой – «жене Цезаря». Поэтому давайте мы вот эту сторону дела будем иметь в виду, когда мы с вами пойдем к Курному, будем давать свой голос для того или иного кандидата. Есть, однако, и второй элемент. Он связан с реформой. Мы в этом зале много раз говорили о реформе, мы много раз ее критиковали, продолжаем критиковать. И сейчас все без исключения, почти все без исключения наши кандидаты говорили о том, что реформа должна быть радикально пересмотрена. И с этим многие из нас, конечно, согласны. Но так или иначе, сегодня наша Академия работает в непривычной нам аксиоматике, когда существует агентство ФАНО, которому порочено заниматься менеджментом и финансированием и прочей вненаучной деятельностью. И кроме того, существует Академия наук «Это мы с вами», на которой возложены очень важные, очень трудные функции. Это функция научного руководства всеми, повторяю, всеми институтами нашей с вами страны. И это значит, что научная компонент у нас должна быть на первом месте. И это значит, что выбирая президента, мне кажется, нового, мы должны обращать большое внимание, особое внимание на то, что это должен быть крупным ученым, человеком, который пользуется нашим с вами уважением, и человеком, который будет пользоваться уважением власти. Поэтому, собственно говоря, я и предложил бы голосовать за Сергеева. Дело в том, что это человек с мировой научной депутацией. Он занимается очень острой сейчас проблемой, экстремально оптических полей, лазерной физикой и одновременно сделал очень много в медицинской физике. Все знаете, вы знаменитый и уже ставший знаменитым эксперимент Лайга, когда были зафиксированы гравитационные волны от слияния двух черных дыр. Так вот, в этом эксперименте, институт, который возглавляет Академия Катериев, он, собственно говоря, поставил два, не два, а поставил несколько важных элементов, которые называются Вурадеевскими фильтрами, которые, собственно говоря, делают возможным этот эксперимент. Потому что они отсекают отраженные от оптических поверхностей лазерное излучение, а уровень этого лазера излучения очень большой, порядка 27 мегаватт. И вот это вещь, которая, по-моему, очень важна. Во всяком случае, я считаю, что вот этот эксперимент, эксперимент связан с метаваттной физикой, про что здесь уже было сказано, и опыты связаны с оборонными работами, в частности, социалистом лазера УФЛ-2М. Это очень большая машина, которая делается вместе с Арзамасом, и институт прикладной физики там играет, в общем, одну из первых ролей. Это все показывает, говорит нам о том, что этот человек умеет работать, умеет работать в коллективе. Этот человек хорошо знает анатомию работы Академического института, который, как вы понимаете, сильнейшим образом отличается от работы почтовых ящиков и акционерных обществ, и это делает, по-моему, кандидатуру очень привлекательным. Я призываю голосовать за него. Вы знаете, у нас нет блоков избирательных, но я знаю, что многие из вас готовы были оказать мне поддержку на просах выбора. И если бы я мог, я бы эти голоса отдал академику Александру Михайловичу Сергеевну. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо.